Автор ролика не призывает вас ни к ненависти, ни к национализму и ни к экстремизму. Также мы не пытаемся никого оскорбить. Сходство с реальностью это совпадение, а все персонажи вымышлены. А, здравствуйте. А, я вас видел, Андрей Полтав, кстати. Да-да, Ренат, у меня племянник Ренат. Я знаю ваш вопрос будет, татар ли я или нет. Нет, зачем. Татар я вижу, что ты... Ну, по лицу-то мы тебя сразу с женой определили. Мы смотрим эти все дела, смотрим, как он... Ну, ты размовляешься на украинской мове. Сразу говорю, кто я по национальности. А я слушаю, я слушаю, я слушаю, слушаю, ты рассказывал. Я по национальности украинец. У меня, в общем-то, тетя украинка вышла замуж за казанского татара, который жил в Казахстане. У меня дядя его Радик зовут. Это же татарское имя, да? Да-да-да. Вот. У меня сын Радик. А, вот. Они, получается, тезки. И, получается, у них родился сын Ренат первый, старший, второй Руслан. И в честь старшего меня назвали, а так у меня украинцы. Если бы хоть чуть-чуть, вот хоть одна жилка у меня была в татарской, я бы сразу сказал. Как бы мы не скрываем национальности. Вот в чем прикол. Ну, нет, это хорошо. Дело не в этом. Просто я говорю, у меня дочка Рената. Племянника Рената. И когда я его увидел, говорю, о, блин, Ренат, тезка моя. Кстати. А насчет этого внешности, я вам скажу, мы с женой съездили, ехали в поезде, я одну женщину, блин, ну точно моя, ну и апа. Апа, это тетя, моя родная тетя, апа, по-нашему. Да. Я чуть к ней, ну и апа, сенькуайдамунда. Хотел спросить, ты откуда здесь? А, от украинка. Видишь? Да, так что... Да, похоже. Не, ну вот это, что говорят, вот россияне иногда приказываются, то, что вот, предки украинцев хазары. На самом деле это не совсем так, но все равно есть же чуть-чуть. Конечно есть. Да, поэтому мы вот такие хитрые, вот как говорят, хохол без лычки, не хохол и так далее. Мавроди тоже, это наш. У него же там... Мавроди наполовину грек, наполовину украинец, но все равно украинец-то есть у него. Этот, как его, про нас здесь татар говорят, что мы хитрые и злопамятные. Я обычно говорю, мы не злопамятные. Злые мы и память у нас хорошая. А так у меня есть родственники в Казахстане, вот и казахи есть, и корейцы тоже. Ну, наши украинцы там повыходили замуж и имеют своих детей, поэтому у нас такая родословная интересная очень. Именно... Ренат, я тебе скажу так, если меня спросят, ты чист татарин, я промолчу. А знаешь почему? Ну, как бы чистых нету. Как бы я ни старался. И фамилию у меня чист татарин, и отчество, и дедушку знаю, и прадедушку знаю, и это все знаю. Но, знаешь, вот моно, может быть, чеченцы, потому что у них до сих пор... Я смотрел ролик, когда чеченцы там одного армянина избили за то, что он клеился к чеченке. Они не дают жениться на своих. И, например, карачаевцы, наши ребята мусульмане, если вы посмотрели на базаре, стоят карачаевцы, ну, мусульмане, они в хиджабах, и там две дочки у этой женщины, такие симпатичные. И наши ребята татары, там мусульмане, тоже с бородами с такими подошли и начали разговаривать насчет дочек. Они говорят, не-не-не, мы отдаем только за свои, закорачаются. Вот у нас здесь, блин, наших татарок расхватывают, блин, почем зря, блин. Они же, видишь, они... В основном у них генетически патриархальная семья, генетически они подчиняются мужу. И вот у меня, мой товарищ женился на татарке. А что же ты, украинец, женился на татарке? А, говорит, нормально, она тихая, она готовит, она со мной не спорит, я скажу, я всегда прав, и все такое. Моего сына, друг, женился так же, как он сам, на Мордовке, пожил с ней, разошелся. Почему? Ну, присядьте, вот в трамвае едем, я сел, ну, здравствуйте, Слава, здравствуйте, сели, едем. А трамвай доходит до парка, и там они, вот эти вот водители, меняются. Одна сходит, другая заходит, да, вот, меняются. Ну, вот так вот. Пока это пошло туда меняться, чтобы сменщица залезла в этот же трамвай. Трамвай стоит, и она ему говорит, ну-ка иди скажи, чтобы он поехал. Мне уже надоело сидеть. Я потом жене рассказал, я говорю, они разведутся, вот уйдиши разведутся, полгода не пройдет. Если она так себя ведет, он не выдержит. Ну, я думаю, мальчика знаю, с моим сыном рос. А потом он женился на татарке с дочкой взял. Ищи, я счастлив, машину за 600 тысяч купил там, блин, и все. И она у него, они же по-кладински. Они, ну, как тебе сказать, вот так вот штука команды. Ну, генетически. То есть, мордвины у них такой матриархат, да? Нет. Или это просто точечный случай? Да, нет, у мордвинов там, я заметил, с ними так, жена может послать на его на три буквы. У татар, классический татар, нет такого, она не скажет. А еще и получить недолго же. Я слышал морийский акцент, ну, это же тоже финогры, а меня это просто удивило. Как они на последнюю букву окончание делают. Вот, кстати, насчет морийцев, разговаривал я с одним парнем, и он, я говорю, ты русский? Он говорит, нет, я финогры. Я сначала подумал, что он смотрит Андрея Полтаву и сам себя подсъебывает. Я спрашиваю, а кто ты по национальности? Он говорит, я морист, прям так, серьезно, чуть ли не националист какой-то. Ну, я начал его спрашивать, как у вас там отношения с финогурскими государствами у вашего народа. Ну, там же есть Финляндия, Венгрия, Эстония. Он говорит, что, в принципе, неплохо, их там берут учить туда. У них же там есть какие-то организации, которые вот эти государства у них на, вот, Мэриэл создают и так далее. Там им и паспорт как-то быстрее могут выдать финограм тоже в их государстве. Они же реально называются русскими. И вот последний ролик мой на канале, морист, я говорю, ну, ты же финогр. Он говорит, я, он сначала сказал, да, я морист, у него там фамилия как-то. В общем, у него фамилия так, как раньше называли морист. Я забыл, как черемес, что-то такое. И потом он начал говорить, что он славянин, православный, мы русские, с нами бог. Насчет православия, я тебе советую, Энад. Когда человек говорит, например, мусульманин, ты у него спроси, шахаду знаешь? Если он говорит, а что такое, то все, это уже не мусульманин. Сразу я тебе говорю. А если он говорит, произнеси шахаду, он сразу должен произнести. Это приблизительно звучит так. Ашхаду ля и ля или Аллаху, ашхаду ана мухаммадар ассуль влах. Что написано у Александра Невского на шлеме. Ну, Александр Невский, он мусульман сам тоже вроде. Да я не знаю. Ну, вот это Борис Годунов, он татар, кстати. А, Борис Годунов не трошит нашу. Так ваших очень много там, кстати. А мне кажется, что татаров на самом деле больше в России, чем так пишут. Они же ассимиляция, они же берут именно, потом смотришь, Шакуров. Вот, кстати, как определить корни русского? У всех, ну, большей части фамилии заканчиваются на ин или ов. Вот, например, Ермаганбет... Не, ну, это сразу понятно, что казацкая фамилия Ермаганбетова. Потому что там Бет, Бек и так далее. Если, например, вот я знаю Хабибуллин есть такая фамилия у меня. Татарин. Да. А потом Гайнудинов. Татарин. Вот, и вот чисто до, ов по самому корню можно определить. Там даже если Фину Угр вот этот, как он, Черемесов или Кат, тоже вводишь в Google, все там сразу пишут, что раньше так называли Марийцев именно. Ну, вот смотри, корни вот этого вот, как его, нашей фамилии. Да, да, фамилии все. Вот, например, Рахманин. Откуда в русском языке слово Рахман? Рахман – это арабское слово, означает. Мы говорим «Бисьмеля и Рахман, Рахим». То есть во имя Господа милостивого. Вот Рахман – это милостивый, по-арабски, даже не по-татарски. А мы взяли все арабское, понимаешь, поэтому мы кушать садимся и говорим «Бисьмеля и Рахман, Рахим». Когда идем работать, начинаем работать, говорим «Бисьмеля и Рахман, Рахим». Когда режем барашка, говорим «Бисьмеля и Рахман, Рахим во имя Господа милостивого и милосердного». Если зарезать барашка, это не халяльное мясо будет, понимаешь? Не халяльное, это, ну, обязательно горло перерезать, чтобы кровь вытекла. Бескровная кровь нельзя кушать, нам запрещено. Хотя, в принципе, даже не важно. Просто у некоторых жителей России бомбит от того, что ты их называешь не славянином. Мне без разницы, славянин человек или нет. У меня девушки были и казашки были и так далее, разных национальностей. Там и молдаванки тоже. Ренат, ты пойми одно, я уже просто, вот, чат-рулетка, это для меня апогей, высказаться. То, что я уже давно назрел у меня, как говорится. Да, я знаю. У меня тоже такое было, когда я в первый раз с Юрием Карпенко. Я всех, все про украинцев, про Молдову, я сам с Молдовы. У меня там пишет, у меня там же есть вот этот герб Молдовы. Тогда я говорил, что я с Молдовы. Просто некоторые думают, что я с Украины. Да, я слушал, слушал. Я с Молдовы, с украинского села, там где 1700 украинцев и 500 или чем-то там. В общем, в чем прикол, молдаваны и украинцы, это молдаване и украинцы, хотя, ну, у нас нет такого слова татарин, там где я родился. Все говорят татар, молдаван, не молдаванин, не татарин, а просто татар, молдаван. Вы как, Миша, вы говорите татарин или татар? Не, по-татарски татар. Татар, вот, мы говорим тоже татар. Вот, и у нас нет... Ну, например, мы обращаемся с синь-татарма, татарма, добавляется ли, как бы ли по-русски. Я понял. Ли татарин, синь-татарин, мы не говорим татарин, татарин слово не наше. Вот, и мы тоже говорим татар. И у нас между молдаванами и между украинцами ни разу, вот, в селе, я живу, точнее, уже в городе живу, но жил 18 с чем-то лет в селе, и ни разу не было межэтнического конфликта. Есть город в Молдове, называется Бельц, там, где, по-моему, 10 тысяч русских, там 20 тысяч украинцев, все остальные молдаване, 30 тысяч, насколько я знаю, могу ошибаться. Да. А вот там межэтнический конфликт, и очень часто, там учителя, из-за того, что учитель сказал, русские оккупанты его за этого уволили. Есть там ролик, найдите, учитель географии, там, где просто, выбесили ученики, говорят, что Бельцы русский город, в Молдове, вот, прикиньте, и выбесило его, он там высказал свое мнение, его, ну, не уволили по этой причине, попросили уволить. Самое интересное в том, что вот этот дядька, которого уволили, зря сделал, он сейчас в политике. Все, великоросы, сраные. Кажется, без худа нет добра. Да, 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 вот, а там есть, там, прикиньте, там, у меня есть ролик, молдавский манкурт, может, вы видели, я не знаю, видели ли вы, там, где чувак, который с Молдовой отказался от гражданства, считает себя русским, ненавидит молдавский язык свой, он сам молдаван по-национальности. Ну, как, молдаване, это, как бы, есть румыны, вот, знаете, есть, у вас в России есть буряты, да? Это монголы, монгольский народ, так? Да, это монголы. Это, по сути, один народ. С бурятом разговаривал, для справки, с бурятом конкретно разговаривал, и он по-бурятски хорошо говорит, он настоящий, кстати, интеллектуал, я имею в виду, он занимается гуманитарием. Мы все в поезде ехали, разговаривали, и он согласен, грубо говоря, если бы, к Монголии, а он даже гордится то, что он монгол. И, к тому же, он мне говорил, наши родственники, это калмыки. Да, калмыки, я вот, у меня кореш калмык, он говорит, я калмык, а молдаване некоторые не считают себя румынами, молдаване, это, как бы, есть румыны, как буряты, это монголы, молдаване румыны, у молдаван и румын, у них одна традиция, в общем, у них одни и те же традиции, похож очень сильно костюм, одна и та же еда, ну, религия, понятно, православие, язык один и тот же, который ничем не отличается, вот, чем интересно. А те считают себя отдельной нацией, отдельным государством, просто в 812-м, когда Молдова уже отошла, стала российской, кстати, самая бедная российская была в губернии в Российской империи, Молдова была, и самой бедной страной в СССР, вот, мне просто удивляет, вот эти молдавские ватники, ладно, ватники, есть еще и молдавские империалисты, которые за то, чтобы Молдова была в составе Российской империи, вот, сейчас современный герб Молдовы, это зубр, там, ну, в общем, ливка, ветвь и так далее, в Орле, ну, Орел, это значит то, что принадлежит с молдаван Гетодаком, как и у румын, он, по сути, один похожий герб, они не особо признают этот герб, у них просто есть зубр, на синий, красный, в общем, это знак молдавских империалистов, которые за Российскую империю, есть и такой тут бред. Зачем им это надо? Они тогда потеряют все и сами потеряются, асимилируются же. Вот, ну, кстати, насчет того, что, а, кстати, Гетодаки, у них же был свой язык, а потом, ну, они стали, как бы, романоязычным народом, ну, вместе с Римской империей, да-да-да. Вот, чем отличается славянин, например, тоже от Гетодака? У Гетодака, у него, когда женится, он всегда, ну, в общем, у молдаван-румын, они на левую руку, по идее, должны одевать кольцо, а вот славяне на правую руку одевают кольцо. Вот, это как бы такая... У нас есть такой был хороший человек Гимпу, смешной, был президент Молдовы, там он, в общем, он постоянно спорил по этому поводу, можете ролики посмотреть. Вот, я хотел еще спросить по поводу Марии... А, нет, не по поводу Марийцев. У вас же тоже у татар была вера до ислама, да? Не, у нас язычество было. Вот это, я читал, тенгриянство вроде, да? Ну, тенгриянство, это фактически... Но это больше монголы. Монголы, у них тенгрии, ну, у них как, бог неба, тенгрии, у них, да, тенгриянство, но тенгрии, слово тенгрии осталось, вот смотри, вот, например, Татарстан, это запад, предположим, да? Как для тебя запад будет, ну, неважно. Запад, запад. Запад, да. А здесь вот башкирия. И вот у башкир, вот здесь они восточные, вот здесь уже уральские горы начинаются, вот, уральские горы, там уже все, восток, все, Азия. Как его, вот у них тенгрии проскальзывают, тенгрии у них проскальзывают. У нас нету татар. Ну, казахов вообще, у них там тенгри-банк есть, тенгри-СМИ. Ну, вот казахи, казахи-то как раз оттуда шли монголы, они же, Чингисхан, первое, что, вот ты, Васильян, книгу найди, трилогию, он Чингисхан никогда в России не был, вообще не захватывал Россию. Чингисхан там татар всех уничтожил, чтобы зайти в Китай. Так он же сам тюрк вроде, нет? Нет, он не тюрк, он монгол. Монголы и тюрки другие. Нет, я знаю, что это разные, просто есть версия, что он тюрк. Нет, ну, может быть. Ну, по крайней мере, у него рыжая борода была, там... Так, а монголы же у них все черные волосы, черные волосы. Да, 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 ну, вот такой он был, мы не знаем. Ну, хотя, насколько он рыжий, мы не можем узнать, это уж точно. Да. Так вот, он зашел туда, и КГ Китаю победил, там с Джамухой они дрались со своим попротивом, и потом он направил, были такие, у него два воина, Джебэй, Субатэй, Багадан. Он их направил. И они пришли, великое харезмское государство было, харезм. Это туда включались туркмены, узбеков не было такого вообще. И копчаки. Вот эти две веки, копчаки и туркмены, они между собой как бы у них распри свои были. Но откуда вышел этот шах, откуда того. И был там такой, блин, у него сына Джилао Дин, я вот помню, а шахарезма, в общем, я забыл его, как звали. И вот, как делали монголы, вот их показывают в кино, там, тык-тык-тык-тык, монаблин, тык-тык, десяток, как шоу, ровно ряд держит. Сотня, каждый десяток, там сотня, у них была децимация, знаешь, да, в римской армии была применена. Если когорт-то или манифула отступила, каждого девятого голову рубили, неважно, у него там гражданский венок, самая высшая награда римлянина, гражданский, что он заслужил, какой-нибудь храбрый воин, на него тыкнули девятый, башку рубят, башку рубят, башку рубят, понимаешь? У монголы немножко по-другому децимация применял. Если десяток, один из десятка отступает, то всему десятку башки рубят. Если десяток отступил, сотни в голову. В десять раз больше, да? Да, да, сотни отступают, тысячи, и поэтому у них вот эта десятичная система, сейчас же применяется, сотня роты, десять это, как она называется, отделение, и у казаков сотня вперед, там десятники, сотники. Это все от монголов взяли. И слово ура, это взято опять же от них. Ну это да, очень много слов в русском языке, они взяты, и не только, кстати, и в украинском тоже есть слово, майдан, майдан это же слово. Да, да, да. Вот этот знак, это опять от монголов. Они стреляли вот так, зацепляли стрелу, вот так вот, тетиву, и натягивали, и вот так отпускали. Поэтому палец целый показывали. А у англичан длинные лунки были, помнишь, там это, трубингуд был такой? А, да, да, да. Они вот так зацепляли. Нет, там длинный, там чуть ли не... Да, да, они вот так пальцы зацепляли. И французы, когда с англичанами дрались, они, если поймали такого-то лучника, они пальцы ему отрубали. И когда он приходил, он показывал, что отсюда Виктория пошла. Да, 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 знак победы, да? Хотя ему же как бы пальцы отрубили. Не, не, если пальцы... А, если пальцы есть, то да, знак победы, это я знаю, Виктория. Понимаешь, вот. И Чингисхан, он прошел по всему, как его... По всему хорезму, как самаратам... Но дальше Киевская Руси он не попал, да? Не, он туда вообще не ступал на его нога. Он захватил Среднюю Азию. А вот его правнук Батый, вот это да, он и прошел, и Киев, и прошел, значит, до Посреднего моря, Средиземное море, он до тут дошел. Ордена собрались вот эти вот, как наподобие, иезуитские разные комплиеры, ну, против этих варваров, там, монголов, они же в шапках таких, лисьих, там, туда-сюда. Да, дети, лошади у них были маленькие, бой, когда состоялся, там, еще интересные вещи. Они вообще хитро, не просто так дрались же. Смотри, как они дрались. Женщин, детей сажали, привязывали, у них табунами лошади же шли за всем войском. Привязывали, как будто там эти седоки, и они маячили вон там, отвлекая внимание у войск против врагов. Те уже туда направлялись, часть здесь оставлялась, а те у скакер, ну, женщины на конях, дети на конях, у них с трех лет ребенок сидел на конец копьем. Ты представляешь, его уже сажали на копье, это воин, от рождения. И вот они, ну, там, смывались, короче, те туда, там нет никого. Ну, и в этот момент много хитростей там они делали. Но самое главное, Чингисхан был настолько нежадный, настолько умный человек. Вот как он делал? Он расставлял войска, отдавал приказы, кому куда встать, кому чего-то, кто-то с убить. Все, когда уже был налажен, бой начинался, он слазил с этих вот. Ну да, он же объединил монгольские народы, которые между собой. Да, да, да. И он слазил и сидел, свой кумы спил, а раха у них что-то назывался или как-то. О, я, кстати, знаю, вот, кстати, насчет татар. Мне нравится очень сильно ваш Чак-Чак. А, Чак-Чак, да. Да, и рахат-лукум тоже ваша, да? Ну, я вот насчет рахат-лукума не знаю, не могу сказать. Ну, у нас готовят его, конечно, но насчет чак-чака, да. Мне тетя говорила, что рахат-лукум и чак-чак, ну, чак-чак это татарское, это понятно. Но она говорила, что рахат-лукум тоже татарское. Наверное, потому что, смотри, вот это Булгария стояла, шелковый, великий шелковый путь как раз шел к ним. До них шел на северные народы, а самые северные мусульмане вдруг стали вот Булгарией. Поэтому вот этот весь поток шел туда, это как у Булгарии. Булгария очень богатая страна была, там эти бедные люди даже в сапогах ходили. Даже я читал, какой-то князь, когда пошел на Булгарию, поймали одного булгара, посмотрели у него эти сапоги из кожи. И он сказал, о, мы их не победим, пойдем лучше каких-то лапотников захватить. Кстати, насчет, извините, что перебил насчет лаптей. Насколько я знаю, лапти, это у марийцев тоже есть лапти. И вообще у финн-угров лапти. Это ж финн-угорская. Да, 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 да. Ну, прококошник, это понятно, что тоже финн-угры, но вот лапти, вот мне просто интересно. Как бы у украинцев не было лаптей, именно. У них же были всегда черевички вот эти. Черевички, да, да, да. А у русских было лапти. Дружбы народов есть. Там самое главное, я говорил, что даже русские это не совсем славяне, потому что там очень много, очень много сел было, где половину было, ну, не марийцев, а финн-угров. Вообще там же много народов. Коми-зыриани, Коми-пермяки у вас есть и так далее. Да, Чу, Двепсы, Эрзи, Мокша. Кстати, я только недавно узнал, что Мор-2 это делится на Эрзи и Мокша, что они, оказывается, еще там какие-то отдельные есть. Нет, Мор-2, вот здесь я, например, с Эрзи разговаривал. Он, признаю, что он Мор-2, но когда он сказал, что он Эрзи, я говорю, слушай, а как вы к Мокши относитесь? Нет, они плохие. Мокша разговаривал, Мокша тоже Эрзи любит. Они друг друга не любят. Они, кстати, даже на лицо чуть отличаются. Те светлее, те чуть темнее. Мокша темнее. Да, светлее, темнее в Мордасе. Не вытянут лицо в Мордасе. Это, ну да, финн-угры, это, конечно, не... А вот я вот общался с финн-угрым тоже. Ну, мореец, да. Мы так говорим финн-угры, как будто это что-то... Вот. Нет, финн-угры, мы не против финн-угров. Я от всех говорю, украинских блогеров, я могу, я со многими общался. Не против каких-то национальностей и так далее. Наоборот, мы за то, чтобы каждый гордился своей национальностью и знал свою национальность, а не называл себя русским. Вот я недавно с девчонкой общался, которая... Она азиатка, я выложу ролик, но там нужно смонтировать. Ролик небольшой, две минуты, но там нужно смонтировать. Как-то красиво сделал, чтобы было пять минут, чем мои комментарии. Она азиатка, ну полностью видно. У нее азиатский тип лица, у нее глаза тоже. Только голубые то, что... Вот, она сама азиатка, но с голубыми глазами. Говорит, что она русская. Вот это для меня тоже интересный феномен. Ну, не может быть такого. Как бы это ничего плохого нет. Она очень красивая. Ну, просто интересный феномен. Сам по себе. Ты, ты, ты... Опять же, я вот Полтаве тоже говорил. Ты здесь стесняются говорить. Вот, например, я тебе скажу. Здесь Башкирия, например, атадизм разговаривает на башкирском языке как-то. Даже многие... Даже вот я рассказывал в Полтаве, тебе повторюсь. Сидят двое татары, разговаривают на своем родном языке. Один сидит молодой, 24 года. И он берет, говорит, ну, блин, развелитесь у нас страншину. И они раз и заткнулись. А мне это так задело. И я им по Таташке не оси... Турасовас был, Манканан, Куркасовас был. Блин, Манкан, блин, бала, блин. То есть, это сопля, я говорю, блин. А вы испугались этого соплю. Ну, так, перевожу это. Вот, кстати, что интересно. Вот в Украине, что же есть финн-угры? Вот эти венгры, которые живут на Западе. Там есть села, где они даже украинского не знают. Они не хотят учить украинский язык. То есть, венгры, можно сказать, борзеют в Украине. А финн-угры, которые живут в России, они считают себя русскими. Вот в чем отличие. Вот и показывают, где страна свободная. Украина свободная, а Россия нет. Там они себя русскими считают, а там они украинский даже учить не хотят. Я молчу, потому что они... Вот. И когда я это сказал, даже я перестал с ними здороваться, потому что у меня, ну, наверное, национальный голос, не знаю. В общем, ну, перестал здороваться. Люди, которые испугались на своем родном языке разговаривать. И какого-то пацанинка. А этому я сказал, ты что, говорю, лезешь туда? Ты что лезешь, говорю? Они на своем родном языке разговаривают. Ты-то что лезешь? Тебе что, надо знать, о чем они говорят? Ты что подслушиваешь, блин? Ну, короче, наорал на него. А потом кто-то подошел через язык, говорит, ты извини. Я говорю, ты что передо мной, ты извини, ты перед нашим народом извини. Блин, ты испугался кого-то говорить на своем родном языке. Ты должен со мной говорить. Это опять подходишь ко мне на русском говорить. Он перешел в татарский уже, начался со мной в татарский говорить. Такое здесь происходит, особенно, когда, если ты скажешь, ты мордвин, то все, если все узнал, то узнаешь, что ты мордвин. Здесь те же мордвины, которые считают себя русским, они заклюнут, скажут, мордвин, мордвин, мордва, тупая мордва. Вот так вот будут говорить. Если про кого-то скажут Чувашин, то узнаем о Чувашин. Да, я знаю одного популярного Чуваша. Вот сейчас откройте YouTube, можешь открыть? Ну, могу, да. Сейчас я просто не знаю, точно ли он Чуваш. В общем, откройте, напишите Ян Топлис. И вот на лицо посмотрите, он Чуваш или нет? Ян... Ян... Топлис. Сейчас вы... То... Ну, и одно слово, да? Ян Топлис, нет, это два слова. Ян и Топлис. Топлис, это его псевдоним. А, вот как. Ладно. Нашли? Сейчас, погоди. А, я вижу. Молодой такой парень, да? Вот он на Чуваша похож? Да, похож. Вот здесь вот, да, 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 да. Он сам с Чувашей тоже популярный видеоблогер. Ну, сейчас видишь... И ни разу в ролике он не сказал, что он Чуваш. Сказал только, что у него бабушка с Чувашей. И он сам там жил, и все. Здесь так перемешалось. Полиция сейчас уже... Ну, и остаются такие. Вот, например, я деду... Когда я ехал к тетке... Не к тетке моя, а... Мой двоюродный дед жил в Кирпизе. Я ехал туда, и... Меня принимали за таджика. Да, за таджика. Хотя таджики, кстати, не тюркоязычный народ. Они, вот, перцы, да? Они же изучают персидский. Фарси. Язык фарси. Ну, вот... Афганский язык. Я знаю одного таджика, который в Молдове... Он живет два года. Даже три года. И он знает молдавский очень хорошо. А есть русские, которые в Молдове всю жизнь живут, и даже... В общем, даже не хотят учить румынский язык. Ну, как бы, румынский, молдавский это один. А, это приспособленности. Я же рассказывал в Болтаве тоже. У нас есть народ чуваши, который при рождении... Вот рождается, он знает сразу тюркский язык. Чувашский язык. Чурский это башкирский, татарский, узбекский, там, турецкий. Это же тюрки. Я знаю, я знаю. Уйгуры, казахи. Татарский язык и русский язык. Вот это парадокс. Человек... Раз, и вот у меня, вот, у моей жены подруга, да, она чувашка. Она так чисто по-татарски разговаривает. Я так не могу чисто. Я такой лох по сравнению с ней. У меня то произношение не метал. Она смеется надо мной, что я произношу неправильно. Понимаешь, она чувашка. И легко переходит на русский, чисто говорит на русском, и легко переходит на этот чувашский язык. А здесь часть была военная, азербайджанцы были один. Мы стоим с азербайджанцами, разговаривая, как у вас там, как чё, и т.д. Подходит беленький пацан такой, светлый. И на азербайджанском с ней поговорил и ушёл. Я говорю, слушай, а это кто такой? Он чё, азербайджанец что-то? Он говорит, нет, чувашка. Я говорю, а откуда он? Да он с нами постоянно общается, говорит, слышите, как мы говорим. Я говорю, он чисто говорит, или акцент какой-то есть? Мне как у него чисто получается. Вот так вот. В шестом поколении украинец, живущий в Молдове. Молдовский, да? Да, да, да. Который, кстати, языка не забыл. В чём прикол? Украинцы, которые живут в селе, они 100% должны знать. Будут знать румынский язык, украинский, ну понятно, русский. Потому что я учился, у нас не было украинской школы, я учился в русской школе. Так, получается, вы такие же приспособленные? Ну вот, ну типа того, да, получается так. Да, да, да. У нас школа русская наполовину, и наполовину румынская. Там учатся молдаване и украинцы. Вот в чём прикол. То есть русские и румыны не учатся, а молдаване и украинцы в русской румынской школе. Вот в моём классе, по-моему, был только один молдаван, который тоже, по-моему, наполовину молдаван или полностью в русском классе. Все остальные 95% класса были украинцы в русском классе. Мы с учителями говорим на русском, между собой мы говорим на украинском, учителя между собой тоже на украинском говорят. А почему по русскому? Ну, русский класс считается, вот. И на русском учебнике И так далее Так я же в Молдове живу А так между собой уже понятно Что на украинском И даже с учителями Когда видишься дома, не в школе Тоже уже на украинском разговариваешь Моя мама тоже учитель начальных классов Ты заметил Оказывается, я вот сейчас расширил Свой кругозор Как насаждали его этот язык Как его насаждали Силой прям насаждали Ты же говоришь, вот нет К сожалению, разговор прерывался Из-за того, что лаганул в видеочат Но в любом случае, я очень рад был пообщаться С этим дядькой, который, кстати, был Андреем Полтавы Если вы помните, и не раз Так что, если Опять же встретимся в видеочате Обязательно продолжим видос Продолжим тему обсуждать А пока всем С вами был Ренат Грубляк Канал Ваталенд Ждите новые ролики Кстати, если вы хотите помочь каналу То там есть Пейпал Вы можете заметить на экране В описании есть ссылочка на донат В принципе, было бы неплохо, знаете ли, там Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Субтитры создавал DimaTorzok